В понедельник, 6-й седмицы по Пятидесятнице, 51-е зачало, Евангелие от Матфея. И приступившие ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. «Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Господь наш Иисус Христос обращается к своим слушателям часто с притчами. И некоторые притчи он толкует сам, как и притчу о сейтеле. Ученики иногда просят Спасителя объяснить его слова, которые были сказаны при многих слушателях. В том числе речь идет и о притче о сейтеле. Ученики услышали эту притчу, а потом попросили, чтобы Господь, когда останется только со своими апостолами, дал толкование и объяснение этой притче. Но перед тем, как давать толкование притче о сейтеле, Господь Иисус Христос отвечает апостолам на их вопрошение. Почему он говорит в притчах? И этот вопрос учеников, он Господом разрешается в следующих словах. «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано». Речь идет о том, что Господь Иисус Христос мог ученикам прямо говорить некоторые вещи. Но надо понимать, что когда он говорил при многих слушателях, среди них зачастую были и фарисеи, и саддукеи, и люди, которые их слушали и доверяли их авторитету. А значит, могли и возненавидеть Христа, и могли неправильно истолковать слова Христовые. И поэтому Господь дает поучение очень часто в притчах, когда много вокруг людей, дабы под образами намекнуть им, дать тайный смысл того, что он хотел им сказать. И говорит это потому, что этим людям, то есть слушателям, многочисленным слушателям, зачастую по разным причинам не дано. Нет у них способности, возможности, или нет у них расположения сердечного к тому, чтобы воспринять прямо слова Христовые. И поэтому Господь использует образы, образы в притчах для того, чтобы эти люди, услышав саму притчу, потом вспоминая ее, думая о ней, могли проникать в ее глубокий смысл. А уже своим апостолам, которые постоянно общались со Христом, которые постоянно ходили с ним, он мог и прямо говорить некоторые вещи, без притчи. Но, как мы видим из этого текста, апостолы не всегда понимали даже притчи. Хотя Господь и говорит, что им, то есть апостолам, дано знать тайны Царства Небесного. Хотя они и призваны к тому, чтобы быть учениками Христовыми, и им позволено услышать тайны Царства Небесного, но даже они в силу разных своих факторов, а прежде всего того, что они люди со своими недостатками, со своими грехами, к моменту этого разговора с Господом, не обновленные Духом Святым, не уразумевали даже притчи, как и многие внешние слушатели Христовы. И, кроме всего прочего, как замечают некоторые экзегеты, Господь, говоря притчами, как бы дает аллюзию, отсылку к ветхозаветным пророкам. Потому что у ветхозаветных пророков, например, у Исаии, есть прямое указание, что Господь, Бог будет обращаться к людям в притчах. Святитель Кирилл Александрийский так и говорит, что, обращаясь к притчами, Господь как бы исполняет пророчествование Исаии, где сказано Господом, что в притчах отверзу уста мои, говорит Господь через Исаию. И когда сам Христос говорит в притчах, то как бы напоминает своим слушателям это пророчествование Исаии, и что оно сбывается в тех словах, которые говорит Христос, «Обращаясь к окружающим в притчах». Здесь есть такие слова, которые могут показаться тяжелыми для уразумения, «Ибо кто имеет, тому дано будет и примножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». О чем здесь речь? Эту фразу нельзя вырывать из контекста разговора о притчах и толкования притчи. И само это выражение, сама эта фраза должна пониматься в контексте как раз заданного вопроса, почему ты говоришь притчами и ответа Господа о том, что кому-то дано, разумеет, тайны Царства Небесного, а кому-то не дано знать эти тайны. И дальше идет это выражение, «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется». Соответственно, это фраза о понимании. Это фраза не об обладании чем-нибудь, в смысле имущества или еще чего-либо. Это фраза о понимании. И ее нужно читать и понимать так. Те, кто понимают, кому дано понимание, тому и видя их усердие и желание понимать, это понимание будет даваться. А у кого нет этого понимания, то зачастую этого понимания нет из-за грубости сердца, из-за неподготовленности души или из-за изначального неверия, которое проявляли те же книжники или фарисеи ко Христу. И хотя у них и было какое-то понимание поверхностное, но даже оно будет отнято, потому что у них нет желания знать истину. Вот какой смысл этой фразы. То есть те, кто желают знать Бога, они получат это и будет им еще более дано. А кто не желает знать Бога, не стремится к этому и не делает ничего для того, чтобы приготовить себя к этому знанию, даже те знания о Боге, об истине, которые у них были, все равно не принесут нужного плода и будут от них отняты. И дальше Господь приводит как раз пророчество также Исаии, сам Господь, говоря, избывается над ними пророчество Исаии, которые говорят, слухом услышите и не разумеете, глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сымкнули, да они видят глазами и не слышат ушами, и не разумеют. Опять же, объясняя эту свою фразу о том, что кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется, Господь приводит выражение из пророка Исаии, а это выражение о Богопознании. Соответственно, вся первая часть этого зачала говорит о возможности Богопознания и возможности принятия проповеди Христовой. Далее Господь дает толкование притчи о Сеятеле. Вы же выслушаете значение притчи о Сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостояния. А когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Вспомним, что притча о Сеятеле говорит о том, что Сеятель, а под Сеятелем подразумевается, безусловно, сам Иисус Христос, вышел сеять. И семена его — это его слова, его учения. Это учение падает на разную почву. Под почвой следует понимать людское сердце или даже более широко вообще человека. В каких-то случаях это зерно падает на почву грубую, на почву каменистую, неподходящую для того, чтобы на ней что-то росло. И очень часто, как обозначают это экзегеты, есть люди с грубым сердцем или пользуясь библейским выражением с необрезанным сердцем. И даже когда они услышат Слово Господне и готовы его принять, их грубость, грубость нрава, обидчивость, злоба и многие такие страсти делают невозможным, чтобы это семя, это Слово Господне пустило корни. И, соответственно, не происходит того, что должно было произойти. А есть те, кто принимают с радостью и даже с воодушевлением и сразу рвусов принять Слово Господне и другим рассказать о нем. Но они зачастую люди малодушные или можно даже сказать поверхностные. Они принимают учения, но только малейший соблазн или малейшее испытание и искушение происходит, они сразу соблазняются и проявляют свое маловерие и отпадают. Таких людей, к сожалению, тоже часто можно встретить, которые соблазняются по малейшим поводам и отпадают от веры во Христа. И, наконец, Господь говорит следующее. Апосеянное в тернии означает того, кто слышит Слово, но забота века сего обольщает богатство, заглушает Слово, и оно бывает бесплодно. Здесь упоминается терния как некая дикая трава, которая является, по сути, бурьяном. То есть бурьяном, который не позволяет прорасти этому благодатному семени. Но все дело в том, что терния имеет особую, что называется, библейскую историю. Мы вспомним, что когда Адам и Ева изгоняются из рая, то Господь говорит о тех последствиях греха, которые коснулись всего мира из-за грехопадения прародителей. И там есть упоминание о земле, что она покроется терниями. Многие святые отцы, например, преподобный Максим Исповедник, в этих терниях, которые растут на земле и которые сделали труд человека таким тягостным, понимают это в переносном, в высоком, вернее сказать, смысле. Терния — это страсти, страстные помыслы, страстные наклонности, которые растут в человеческой природе, которые находятся в человеческом сердце. И очень часто для того, чтобы что-нибудь доброе, хорошее выросло в нас, нужно постоянно бороться с этими терниями, терниями наших страстей. А святитель Иоанн Златоуст говорит, что по терниями в притче подразумевается привязанность человеческого ума, человеческих чувств, человеческой воли к заботам этого дня, когда человек все время заботится о чем-то приходящем. И это приходящее становится для него самым главным. И это приходящее, как терния, растет много и быстро, потому что заботы ежедневные, их всегда бесчисленное количество, и они заглушают то, что является самым главным, единственным на потребу. Тот же святитель обращает внимание на такие слова спасителя. Забота века сего и обольщение богатством заглушает слово. Златоуст говорит, не век сей, а забота века сего. То есть не сама по себе наша жизнь, а чрезмерная забота о чем-то текущем заглушает слово благодатное. Обольщение богатства. И тот же Златоуст говорит, не богатство и обладание им само по себе заглушает, а обольщение богатства. То есть то, что богатство может дать человеку. В смысле, как богатство может захватить человека. Человек может постоянно думать только о богатстве. А что с ним сделать? Куда его вложить? Как потратить? Как сберечь? Как еще больше его увеличить? И вот именно забота это губит слово, да и человека, а не само по себе богатство. Когда человек прилагает свое сердце, срастается с этими заботами, это и есть губительное. Губительное. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает подоносен. Так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Очевидно, что из того, что сеял-сеете, три четверти по разным причинам погибают, и только одна четверть приносит плод, то есть меньшинство. И из этого небольшого количества того, что способно принести плод, оно также различное. Некоторые приносят тридцать, некоторые шестьдесят, некоторые стократный урожай. Святые отцы обращают внимание на то, что, чтобы взошло это семя, нужно быть цельным человеком, с открытым сердцем, верующим и надеющимся на Господа. Но даже в таком случае благодатное семя по-разному может взраститься в человеке, то есть явить себя в разных добродетелях. Кто-то может сделать больше добродетелей во славу Божию, кто-то меньше, а кто-то может прославиться бесчисленными добродетелями. Но все это во славу Господа, который сеял благодатное семя и которое поддерживал это семя во время роста. Здесь следует вспомнить замечательные слова апостола Павла, тоже о семени, когда он говорит, что «я посадил, полос поливал, но взращает Бог». Даже если семя попало на благодатную почву, на приготовленную почву, все равно взращивает Бог. Поэтому не может быть такого, чтобы добродетель развивалась только человеческими силами. Она всегда развивается через благодатную помощь того, кто им кинул это семя, кто дал ему взрасти и кто помог ему подняться высоко. Иногда на 30, иногда на 60, иногда на 100-кратный урожай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова